Друзья, привет! Сегодня мы пройдемся по важным этапам производства спирали для шнековых транспортеров. Данные спирали представляют собой трубу с наваренными лопастями. Лопасти вырезаются на станке плазменной резки с ЧПУ-оборудованием. Программа задает необходимые параметры. На выходе получаются лопасти с одинаковыми размерами, одна похожа на другую, как близнецы. Наши предприятия занимаются производством как шнековых транспортеров, так и самих станков с ЧПУ-оборудованием. В зависимости от задач производства используются различные источники плазменной резки. Мы можем раскроить металл различной толщины. Поэтому в ассортименте шнековые спирали самых разных размеров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После того, как лопасти вырезаны, они поступают на следующую ступень производства, где привариваются друг к другу. И так получается готовая спираль нужной длины без внутреннего вала. Шаг спирали также может быть различным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий шаг – приварка спирали к трубе. Вообще, шнек представляет собой вал с наваренной на нее спиралью, которая служит для перемещения вещества через расстояние. Поэтому их часто называют транспортерами. По сути, они ими и являются. Мы производим различные виды шнеков, как стандартные, так и по чертежам заказчика. У нас вы можете приобрести как саму спираль, так и вал со спиралью, или все в сборе с приводом и электродвигателем, так и в сборе без электродвигателя. А ознакомиться с ассортиментом можно на официальных сайтах. Ссылки уже в описании под видео. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!